Доброго времени суток, уважаемые подписчики из телеканала. Сегодня я хочу сообщить вам очень классную и приятную новость. Начинается новый сезон. Снег тает, просыпаются птицы, просыпаются насекомые, просыпаются люди. И вот уже на улицах мы можем видеть райдеров, которые тоже проснулись от сна, оттаяли и выехали на улице на своем электротранспорте. И многие из них могут обнаружить, что их конь уже не так хорош, как раньше. Он не так быстро едет, не так сильно тянет, он не дает того драйва и удовольствия, которого давал раньше. И они могут задуматься, а надо бы, наверное, его заменить. И вот сейчас я хочу обратить внимание этих людей на одну очень классную и довольно древнюю, если так смотреть по меркам электротранспорта фирм, марку. Это марка Долтрон. Это завод, точнее как, это завод Мини Моторс, производящий электросамокаты Долтрон. Собственно, сейчас о них и пойдет речь. Мини Моторс это южнокорейская фирма, которая буквально с 1998 года занимается работой с электродвигателями и с электротранспортом. Собственно их название из этого и происходит. Мини Моторс, маленькие моторы. Собственно, за эти годы эта фирма создала для себя эдакий постулат, которому она следует. Они пытаются сделать максимально качественный и хороший продукт, при этом озираясь на рынке и стараясь сделать продукт более-менее доступным для конечного потребителя. Сутью политики Долтрон является изготовление качественных, безопасных, а главное долговечных аппаратов с использованием передовых технологий. Они и только они стараются идти вперед. Остальные по большей части их копируют. Потому сейчас я представлю вам их нынешний модельный ряд и расскажу какой самокат для кого и для каких задач подойдет идеально. В нашей сегодняшней экспозиции представлено 4 электросамоката. Dualtron Mini, Dualtron Eagle Pro, Dualtron Ultra версия 2 с батареей 72 вольта и царь все Dualtron X2 также с батареей 72 вольт. Теперь перейдем к самим электросамокатам. Итак, начнем с первого кандидата на роль вашего электроконя это Dualtron Mini. Самый маленький, самый компактный, самый, ну так сказать, слабый, хотя это будет не совсем то слово применимое Dualtron Mini. На первый взгляд небольшой электросамокат, ты в себе весьма высокий показатель мощности. Мотор 600 ватт, номинал 1200 в пике. Батарея 17,5 ампер часов. Батарея, опять-таки, емкостью по вольтажу около 52 вольт. И барабанный тормоз на заднем колесе, который скомбинирован с паровозом рекуперативно. Также, как по мне, одним из главных плюсов этого электросамоката является наличие огромного количества диодных лет. Он цветастый, как новогодняя елка. Он яркий, как праздничный фейерверк. За счет этого, это самокат, ну, как мне кажется, для людей, которым нужен не просто самокат. Им нужен стильный самокат. Им нужен самокат, который дополнит их амплуа, построен на самовыражении, самоидентификации. С помощью специального пульта вы можете настроить подсветку этого самоката так, как будет угодно вашей душе. Колеса здесь не самые большие. Всего 8,5 дюймов. Но их размер с лифтой компенсируется довольно мощной подвеской. Собственно, я вешу 75 кг и самокат под мной довольно упруго пружинит, двигается он хорошо. Вес самого самоката, внимание, составляет 22 килограмма, а максимальная скорость 50 километров в час. На одной зарядке вы можете преодолеть около 60 километров, если не будете топить и если вы не будете ехать в какую-то высокую горку. Также одним из главных плюсов, как по мне, является удобством механизма складывания. Он здесь не такой сложный, не такой громоздкий, как на других дуалтронах. Здесь все просто. Мы отодвигаем фиксирующую клипсу, вот мы и устанавливаем. И затем вот этот водорубильник просто ведем на себя. Оп! Подножку сгибаем, поднимаем и вуаля! Самокат не самый легкий, но и не самый тяжелый. Если вы молодой человек или довольно крупная спортивная девушка, вы без труда справитесь с этим аппаратом. Собственно, раскладываться он тоже довольно легко. Вы его кладете, вы отщелкиваете запорный механизм, двигаете рульную колонку, вот тут придерживаете резкое движение и защелкиваете запорный механизм. Все, электросамокат сложный. Также, как по мне, очень классной фишкой является наличие у него вот этого вот упора, на который вы в процессе разгона можете поставить ногу. Также на нем стоит фирменный для всех дуалтронов Круг Ай, который содержит огромное количество настроек. На них останавливаться я уже подробно не буду, потому что они уже сотни раз были озвучены в других роликах. На этот самокат, как и на все последующие модели, имеется обзор на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите, если было интересно. Единственное, что я хочу обозначить, чего не было сказано в YouTube-обзоре, это то, для кого этот самокат будет идеальным. Для тех, кому нужен удобный городской транспорт, без заявок на какие-то лютые оффроуды, без заявок на длинные покатушки. Транспорт, который позволяет вам доехать из точки А в точку Б с комфортом, с удобством, ну иногда с ветерком, потому что 50 км в час, это все-таки не 30 км в час. Он пойдет как молодым парням, так и девушкам, так и людям, которым просто нужен удобный транспорт. Следующим в нашем списке находится Долтрон Игл ПРО. Долтрон Игл ПРО это некий баланс, некий компромисс между тем же Минником и огромными мощными зверьми, которые идут далее в нашем списке. Он мощнее Минника, его максимальная скорость составляет около 75 км в час, в нем батарея большего объема 22,4 Ач, у него более широкие и большие колеса 10 дюймов, эластомерная подвеска, а также возможность установки на сам самокат Powerbank и двухзарядных устройств. Собственно, данный самокат на одном заряде может проехать около 80 км. Мощность его моторов, кстати, он полноприводный, и это круто, составляет 800 ватт на каждое колесо. Собственно, данный электросамокат, как по мне, уже может взять себе какой-то более крупный мужчина, которому нужен не просто самокатик для того, чтобы поездить из точки А в точку Б, а прокатиться где-то с ветерком, как говорят, поднавалить, удавить газ в пол и посмотреть, что же будет. Это быстрый аппарат, который вас подхватит и который вас не подведет. Он может заезжать на достаточно высокие уклоны, с них же съезжать и даже прыгать, как было показано в нашем YouTube обзоре. Это более универсальный боец, при том, что он не превращается в огромного и страшного монстра, 40-килограммового, о котором мы поговорим дальше. Это компромисс. Он не даст вам той скорости и драйва, которую, наверное, дают быстрый и мощный электросамокат, ну, в привычном понимании быстрый и мощный, но при этом он не станет для вас тяжелой ношей или нагрузкой. Он будет просто удобен и при каждодневном использовании, и при покатушках куда-то с желанием поэкстремальти. Он универсальный боец, и за счет этого, как мне кажется, он один из самых выгодных участников в данном сравнении. А еще у него есть звоночек. Здесь стоит эластомер средней жесткости. Подвеска не продавливается подо мной, но амортизирует на скорости, и, конечно, это будет работать слегка иначе. Также здесь находится кнопка переключения эко- и турбо режима и кнопка включения заднего и полного привода. Вот она, она загидроизолирована, что, как по мне, не может не радовать. Также у него имеется механизм складывания рулевой колонки, построенной через хомут, и механизм складывания самого руля. Уже классический, наверное, для Делатронов. Раз, два, и вот ваш самокат уже не занимает огромного места. Раз, два, и вот ваш самокат уже готов к новому путешествию. Собственно, сам хомут ощелкивается крайне легко. Мы хомут сдвигаем, вот тут чуть-чуть надо расслабить. Вот, собственно, о чем я говорил. Не самая удобная система хомутов. То есть вам нужно его ослаблять, вам нужно его сдвигать. И вот так у нас складывается вливая. Здесь такой фиксаторный фиксирующий крючок. Вот эту клипсу мы не выцепляем. Вот, все. Руль зафиксирован. Теперь мы за рулевую можем поднять. То есть, ну он уже потяжелее. Заметно потяжелее. Этот электросамокат весит около 30 килограмм. Это уже заметный вес такой, хотя, опять-таки, для кого-то он может быть легче, чем кажется. Из тех людей, кому бы я посоветовал этот электросамокат, это люди, которым нужен тот самый компромиссный вариант. Люди, которым мало слабых электросамокатов, так называемых, с одним ведущим колесом, с недостаточно емким батареем. Но при этом они не хотят брать огромных страшных тварей, которые их либо убьют, либо будут жутко неудобны. Этот самокат, он универсален. Он и в городе себя хорошо чувствует, и на оффроуде покататься можно за счет полного привода. И если вы хотите поднавалить, он вам это позволит. Хотя, опять-таки, сверхбыстрых скоростей тут не наблюдается. Максимальная скорость у него около 70 км в час. Если вы досмотрели это видео до вот этого конкретного момента, это значит, что вам, скорее всего, интересны мощные и местами опасные модели. И, собственно, вот одна из них. Dualtron Ultra, версия 2. 72 вольта. И я не зря обозначил вольтаж как ключевое отличие. Именно вольтаж позволяет этому монстру разгоняться до умопомрачительных 95 км в час. Сама батарея обладает емкостью 35 ампер-часов. Эта емкость позволяет вам проезжать около 130 км на одной зарядке. Также, если вам будет этого мало, вы можете установить на ваш электросамокат Powerbank, что также увеличит его пробег. Вот, собственно, порт для Powerbank. Здесь находятся два порта зарядки, которые позволяют заряжать этого монстра в два раза быстрее. Итак, перейдем к непосредственно огненному сердцу этого самоката. Здесь у нас 11-дюймовая резина, как мы видим, с довольно агрессивным уфрод протектором. Благодаря этому, ну и, в принципе, очень хорошей эргономике и качеству сборки самоката, он удивительно хорошо держит дорогу и не сваливается в повороты, даже если накренить его до какого-то критического угла. Прочные и мощные рычаги вкупе с объемным достаточно колесом и эластомерной подвеской делают свое дело и обеспечивают вам должный уровень комфорта даже на запредельных скоростях. Тормоза фирмы NAD позволяют вам контролировать скорость и не терять контроль даже в ситуациях, когда, казалось бы, аварии и падения неизбежны. Собственно, фирма Dualtron позаботилась на том, чтобы райдер чувствовал себя в безопасности. Также комфорту способствует и вот этот вот упор, в который вы можете упираться, такая вот автология, во время разгона и торможения. К слову, у этого упора тоже есть очень интересная фишка. В него перемещен контроллер электросамоката, что позволяет освободить пространство в деке. Механизм складывания рулевой колонки у него аналогичен иглу. Также имеется изменение здесь. У нас отсутствует переключатель полного и заднего привода. Самокат ездит на полном приводе всегда. А здесь у нас аварийка. Ну и, собственно, эко-турбо режим. Собственно, этот электросамокат, как по мне, должен брать себе райдер с опытом и мозгами. Обязательно с мозгами. Потому что без мозга вы либо убьете себя, либо убьете кого-то еще из себя. Потому что данный электросамокат, это уже не просто городской транспорт. Это действительно опасное животное, которое вам нужно будет приручать. Вам нужно будет привыкнуть к его динамике, к его скорости, к тормозному пути, к тому, как он будет себя вести. Иначе он вас накажет. И накажет, поверьте мне, очень сильно. Не отходя от темы мощных электросамокатов, мы плавно переходим к королю. Dualtron X2. Тоже на 72-вольтовой батарее. Данный электросамокат мне симпатизирует больше всего. Почему? Это триумф фирмы Mini Motors, воплощающий все ее технологичные инновации в одном устройстве. Подвеска мотоциклетного типа, с настраиваемым отбоем и степенью преднательного. Он идеально отрабатываемый, а еще эту подвеску можно подвергнуть просто лютейшей кастомизации. Вес этого существа доходит до 68 килограмм. К слову, ультра весит около 46. Здесь у нас имеются особые упоры. Это какое-то, я не знаю, эволюционное новшество, которое позволяет вам удобно ставить ногу. Вам больше не нужно держаться по центру самоката, вы можете поставить ногу наискость. И это, по мне, восхитительно, потому что, по большей части, ноги стоят именно так. Диаметр колес 13 дюймов. И вы посмотрите, насколько это широкая резина. Она округлая, что позволяет вам заваливать этого мастодонта в повороты, как спортивный мотоцикл. Он также отлично держит дорогу и также удивительно хорошо ведет себя на высоких скоростях. Толстые, прочные рычаги обеспечивают этому аппарату долговечность и, главное, надежность. Здесь находится фара. А здесь находится кронштейн под дополнительный фар. Можете обвешать самокат светяшками просто как хотите. Можете повесить на него два огромных прожектора и разгонять тени, едя по ночному шоссе. Хотя выезжать на дорогу я бы не рекомендую. Все-таки это пока что самокат, а не мотоцикл. Встроенной фары вполне хватает, чтобы гонять и не чувствовать себя ущербным. Она обеспечивает достаточно плотный мощный световой поток. А еще впереди закрыта решеточка, которая препятствует ее повреждению. Здесь же опять-таки находится рычаг, на котором мы можем прикрепить либо сумку, либо дополнительный свет. Курок, стандартный i, и вольтометр номер один, вольтометр номер два. У данного самоката две батареи. 42 ампера в деке и небольшая батарея, собственно, для поддержания работы света. Да, вы не слышите, у этого самоката отдельная батарея для освещения. Мощные натовские тормоза, которые показывают себя превосходно даже на таком огромном бегемоте. И тумблер с поворотниками. Левый, правый. Сигналом. Кнопкой аварийки и кнопкой эко-режима. Ну, собственно, кнопкой, которая включает и выключает фару, соответственно. Здесь, на рулевой колонке, у нас находится порт для зарядки ваших USB-устройств. То есть, это самокат, от которого вы можете совершенно спокойно заряжать свой мобильный телефон, плеер, умные часы или что-либо еще. Этот порт закрыт очень классной плотной заглушкой. Также, фирм-миниотрас позаботился о том, чтобы вам было удобно хранить и транспортировать этот аппарат. Собственно, его очень легко превратить в менее габаритный устройство. Мы просто оттаскиваем фиксаторы и складываем. Все. Собственно, не прячется специальные ниши. Сова рулевая колонка тоже складывается. Мы это показываем на обзоре. Сейчас я не вижу смысла ее раскручивать. Собственно, рога самокатствуются так же легко назад, как и мы их опустим. Раз. И. Вот этот упирается. На этом самокате элемент подвески воплощен наилучшим образом. Его можно адаптировать под любые ситуации. Например, если вы едете по ровной дороге, вы можете сделать ее жесткой. И наслаждаться чувством контроля. Если вы выезжаете куда-то на оффроуд, можете открутить ее. И сделать ее более мягкой. Наслаждаться тем, что вы не чувствуете огромного ухаба в кочек и ям. Собственно, в принципе, этот электросамокат про то, что даже такого, казалось бы, зверя можно подогнать под себя. Его можно адаптировать под себя целиком и полностью. И выйти на какой-то новый уровень комфорта и новый уровень впечатлений. Который далеко не каждый электросамокат может вам подарить. Собственно, максимальная скорость данного агрегата достигает около 100 км в час. В следствии этого, данный электросамокат является одним из самых быстрых и мощных электросамокатов на рынке на текущий момент. А для фирмы Minimotors он является пока что самым крутым и самым навороченным их электросамокатом. Это все. Это все их технологии, которые они на данный момент могут выдать. Но мне кажется, грядет время, когда Minimotors делают что-то еще более классное и мощное. Потому этот мощный электросамокат, он подходит в категорию, мне кажется, супермощных, сверхмощных электросамокатов. Я бы мог посоветовать только райдерам с опытом и мозгом. Независимо от пола, независимо от нации, независимо от чего угодно, это должен быть человек, который имеет на плечах голову и понимает, что с такой техникой управляться надо со всей ответственностью. Управляться с этим монстром, с ним взаимодействовать и работать. А еще у этого человека должна быть огромная правая рука, чтобы он одной этой рукой мог затащить эту штуку на девятый этаж своего дома, в котором нет лифта. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что у меня получилось донести до вас ту мысль, которую я хотел заложить в данный обзор. Рассказать вам о данных электросамокатов, о том, что они могут и для кого они подходят. Собственно, на этом обзор заканчивает. Делитесь своим мнением, приходите в eMacBuy на тест-драйв, обязательно все эти модели доступны, вы можете на них покататься. До новых вам встреч!